Всем привет! Сегодня мы будем обсуждать продвижение сайтов. Особенно я вам покажу 27 методов, как вы можете увеличить трафик на свой сайт, чтобы получать продажи. Кто меня не знает, меня зовут Улитовский Анатолий, я директор и основатель компании Seokwik. И начнем мы сегодня со статьи, которую написал Брайан Дим. Это непосредственно 27 путей, как вы можете увеличить трафик на свой сайт. И первый метод, который он расписал, это непосредственно использование гостевого постинга. Я вам скажу, множество других сайтов проводили подобные исследования и на самом деле гостевой постинг не дает огромный трафик. К примеру, я проводил исследование, он спрашивал множество SEOшников, получают ли они трафик гостевого постинга. И как правило, там небольшое количество трафика, в основном это делается ради ссылок, для того, чтобы продвигаться в Google или в Яндекс. Но на самом-то деле некоторые статьи действительно дают трафик. К примеру, наша статья, которая была опубликована на блоге Дивака, она дает большой трафик, нормальный. И статьи там на RBRU, на SEO News, которые мы опубликовали, они также дают очень хороший трафик. В принципе, и брендинг здесь подсказывает, как можно действительно получать трафик именно даже из гостевого постинга. В основном он добавляет в статьи какие-нибудь ссылки ресурсов. То есть он пишет какую-то статью и где-то пишет, вот здесь прочитайте больше информации. В основном это какие-то там гайды. И оно все красиво смотрится, и таким образом люди переходят на сайт. Второй его метод это непосредственно написать грамотную страницу автора. То есть практически любой сайт, где вы можете опубликоваться, у них они пишут, кто автор статьи. И здесь вы можете как бы расписать про себя побольше. И это действительно помогает брендинге получать дополнительный трафик. Что мы видим, что полезные ресурсы дают ему 78% трафика. И 22% трафика дает непосредственно именно трафик, который переходит на автора статьи. Второй метод это непосредственно апгрейдить старые блокпосты. Я вам скажу, мы эту стратегию тоже используем. Мы переписали множество статей, некоторые удалили. К примеру, вот HubSpot недавно удалил 3000 статьи в блоге, потому что они уже морально усталили, они несут пользы, они их удалили. И даже это помогло немножко увеличить трафик. Мы тоже на нашем блоге часто смотрим то, что уже не актуально, не интересно. Было написано там в 2014-2015 году. Мы просто это либо удаляем, либо переписываем, если у нас есть возможности. Конечно же мы хотели бы все переписывать, но просто ресурсы как всегда ограничены. Есть другие приоритеты и другие статьи, которые дадут больше трафика. Поэтому смотрите индивидуально. И к примеру, если у вас есть какие-то статьи, которые содержат какие-то внешние ссылки, чтобы их не потерять, просто настраивайте 301-й роддир. Поэтому используя эту стратегию, смотрите в трех направлениях. То есть либо можно полностью переписать, написать какой-то новый контент, либо апгрейдить, то есть добавить какую-то, поменять устаревшую информацию. Третье удалите и просто настроить 301-й роддир на какую-то другую, более релевантную статью. И Brandin расписывает, как это он делает непосредственно именно для своего блога. Идем дальше. И третий метод у него, используйте плагин, ага, используйте плагин поделиться в Твиттере или Фейсбуке. Как мы видим, у Брайана Дина всего две кнопки, это Твиттер и Фейсбук. То есть он не использует множество других плагинов, как это некоторые другие сайты, потому что загружает сайт. И как правило, его аудитория, она сидит именно в основном в этих двух социалках. Я бы еще на LinkedIn настроил для англоязычного сайта, но для русскоязычных, смотрите, может, кнопка ВКонтакте поможет, если ваша аудитория действительно там есть. Дальше четвертый метод, это оптимизируйте контент вашего сайта с LCI-ключами. Самое интересное, Джен Миллер сказал, что LCI-ключей не существует, что это все мифы, их придумали. На самом-то деле, просто смотрите, не существует такого термина. Сами эти ключи существуют, это поисковые подсказки Google, Яндекс, то есть непосредственно, когда вы пишете какой-то поисковой ключ, и в Google, внизу страницы, показываются другие варианты, если вы не нашли релевантный контент. Это и есть LCI-ключи. Вот, самого термина такого нету, поэтому просто используйте эти ключи. Например, если вы создаете какой-то контент, добавьте эти ключи и непосредственно ваш контент расширьте информацию про этот контент, и это даст вам намного больше результатов. Идем дальше. Пятый совет, получите больше трафика непосредственно с блокпостов. А, то есть это конвертация контента непосредственно, к примеру, если вы написали какую-то статью, конвертируйте ее в видеоформат, конвертируйте ее в аудиоформат. Мы такое часто используем с Николаем, к примеру, мы написаны наши статьи, мы потом обсуждаем где-то видео, мы обсуждаем в аудиоформате, некоторые это вообще на 100% конвертирует, не знаю, как у них получается, но, к примеру, Гарри Ви, он такое постоянно делает, он снимает видео сразу же, их же нарезает себе в аудиоподкасты, а это видео нарезает на множество более мелких, допустим, если он какое-то заснял видео для YouTube канала длинное, он просто его делает несколько коротких для своих социалок, где также получают хорошие результаты. Идем дальше. Это записывайте подкасты. Ну вот мы с Николаем начали писать подкасты, мы уже писали там 50 аудиоподкастов, заходите слушайте их, даже больше там, по-моему. Вот мы ежедневно выпускаем новый аудиоподкаст, это наша школа рекламы, мы помогаем громадно, я вам скажу честно, именно рассказываем все наши секреты в наших аудиоподкастах, там тонны полезной информации, которая поможет вам в продвижении сайтов, поэтому слушайте, создавайте какие-то свои аудиоподкасты, если вы можете посмотреть непосредственно именно в своей нише. И что делает Брайан Дин, у него нет своего аудиоподкаста, но он принимает участие в других аудиоподкастах, это больше популярно все-таки в англоязычном сегменте, потому что у нас менее активная аудитория, которая слушает аудиоподкасты, но в Соединенных Штатах, как мы видим, 26% американцев ежедневно служат аудиоподкасты, это просто, это просто действительно громадная сумма, потому что американцы, скорее всего, они просто, когда переезжают с пункта А в пункт Б, то есть им намного проще слушать аудиоподкаст где-то в дороге. К примеру, когда я слушаю аудиоподкасты, я в основном или устану сидеть за компьютером, то есть у меня уже глаза болят, я просто включаю аудиоподкасты и непосредственно, или если я вот переезжаю с пункта А в пункт Б, это и в машине тоже слушаю аудиоподкасты, это действительно помогает, и можно таким образом изучать свою индустрию. Так, идем дальше, у нас седьмой совет, продвигайте ваш сайт с помощью блогера Outreach, то есть, ну, насколько мы знаем, Брайан Дин просто мастер Outreach, в русскоязычном семейне это менее популярно, но в англоязычном действительно это работает, и что он делает, он, как правило, смотрит, кто поделился подобным контентом, непосредственно контактирует с ними и просит их поделиться его контентом, к примеру, там в Twitter, в Twitter или в других социалках, действительно это работает, единственное, что в этой стратегии важно учесть, чтобы люди, которые поделились контентом, чтобы это они сделали где-то в течение недели или двух, потому что часто люди забывают, чем они непосредственно делились когда-то, и, конечно же, все помнить сложно, поэтому лучше, когда свежая память, непосредственно об этом сообщить. Вот, идем дальше, восьмой совет, это перевыпускайте вашу контент-стратегию, и что мы здесь видим, то есть, ага, непосредственно, это проводить апдейты каких-то ваших непосредственно стратегий, то есть, если вы уже создали какую-то маркетинговую стратегию, просто ее перепроверьте, возможно, вы ее можете, как каким-нибудь другим методом, перезапустить, то есть, перепроверяйте, может, она неэффективна, может, вы нашли какие-то более эффективные непосредственно ключи, которые дают лучшие результаты. Девятый пункт, создавайте контент, который будет появляться для влиятельных людей, но здесь это такая сложная стратегия, но если вы создадите такой тип контента, который может повлиять на каких-то влиятельных людей, которые сможет этим поделиться, это было бы, конечно, круто, но я уверен, что Брайан Дин в этом просто мастер, то есть, он действительно создает какие-то глубокие гайды и большие сайты, такие как Forbes и многие другие, они делятся этой информацией, потому что у него просто огромный авторитет. Идем дальше. Десятый пункт. Размещайте ваши видео в LinkedIn. Я вам скажу рабочая стратегия. К примеру, мы снимаем видео для YouTube, но мы также планируем нарезать эти видео и выкладывать их в других социальных сетях, в том же Facebook, непосредственно вы можете это делать в ВКонтакте или в каких-то других социальных сетях, в том же Instagram, TikTok появился тоже популярная сеть. То есть, единственное, что не пытайтесь выложить один и тот же контент для всех социалов, то есть, понимаете, что аудитория везде разная. YouTube, аудитория, она предпочитает длинные, более видео, и они сюда пришли с целью смотреть видео. Аудитория Facebook, они пришли не смотреть видео, где-то в ленте, если они увидят видео, то им будет предпочтительно все-таки более какой-то короткий вариант. Поэтому те видео, которые вы сняли, вы можете просто нарезать и выложить в социалках и охватить больше людей, которые просмотрят видео, потому что видеоконтент в социалках дает в 6 раз больше уровень вовлечения, чем обычные публикации. Так, идем дальше. У нас непосредственно 11 совет. Отдавайте ваш контент. А, нет, это знаете, это дедлайн. Устанавливайте дедлайны непосредственно вашего контента. К примеру, если у вас ограниченное предложение товаров или у вас какой-то ограниченный дедлайн, вы можете просто установить таймер. Это значительно помогает продавать. Я вам скажу, многие, кто заходят на ваш сайт, потенциальные покупатели, это их подталкивает купить, потому что они понимают, что может закончиться, и они потеряют возможность купить этот товар. 12 совет. Добавляйте триггеры в ваш контент. Непосредственно я вам скажу, это когда вы можете делиться в твиттере, непосредственно каким-нибудь контентом выделять и сразу добавить это именно в твиттер или в какие-то другие социалки. Так, 13 совет. Это проводить ретаргетинг в фейсбуке. То есть, ну, это необходимо в фейсбуке настроить пиксель непосредственно ретаргетинга. То же самое вы можете делать для гугла. И те, кто видели ваш сайт, ваш контент, вы можете делать на них ретаргетинг. Это помогает продавать. То есть на 70% увеличивает продажи, потому что многие, кто посетили ваш сайт, они могут забыть, у них нет времени, у них множество других сайтов, которые они могут проверить. Поэтому, чтобы их не потерять, конечно же, используйте эту технику. Идем дальше. 14 совет. Ага, снижайте уровень показателя отказов. Ну, это непосредственно, если вы создаете какой-то контент, зайдите в Google Аналитику, проверьте ваш существующий показатель отказов. К примеру, для статьи блогов, это где-то от 60 до 90%. Если это для каких-то коммерческих страниц, там около 30%. Потом, чем ниже у вас этот показатель, тем лучше, да, тем выше поведенческие факторы, тем меньше пользователь интернета возвращается в пасквик, для того, чтобы найти какой-то другой материал. Вот. 15 пункт. Публикуйте длинный контент. Ну, мы это любим. И я вам тоже рекомендую, не пишите короткие статьи. Сегодня это не работает, они плохо ранжируются. Несмотря на то, что Google не считает количество слов в контенте, все равно множество исследований показало, что непосредственно именно длинные статьи лучше ранжируются. И вот тот же Брайн Дин проводил исследование, что в основном в топе ранжируются статьи, которые содержат тысячу слов, тысячу восемьсот девяносто слов. То есть это такие длинные кайды расписаны, это где-то в символах, если брать это около 12 тысяч символов. То есть мы, как правило, тоже пишем длинные гайды у себя в блоге, которые действительно лучше ранжируются. Идем дальше. 16 совет. Оптимизируйте под мобильный, под первый мобильный индекс. Ну, когда Google только внедрял технологию адаптивных дизайнов, он тогда настраивал, сейчас он уже просто делает алгоритмом ранжирования и просто разделил выдачу для десктопной и мобильной версии. Конечно же, мобильные пользователи больше, чем десктопной версии, поэтому действительно это необходимо учитывать. Если у вас неадаптивный дизайн, то лучше адаптируйте его, перепроверьте. То есть непосредственно можете использовать Google инструменты для этого, бесплатный инструмент LightSpeed, который проверяет непосредственно именно уровень оптимизации, в том числе и для мобильной версии вашего сайта. Идем дальше. 17 пункт. Создавайте ваш YouTube канал. Ну, вот как видите, у нас есть свой YouTube канал. Мы продолжаем наполнять его какими-то интересными видео, полезными видео. Я снимаю Николая, у нас Алена уже снимает. То есть мы непосредственно именно делимся. Я вам скажу, сегодня YouTube – это один из основных источников продаж непосредственно нашей компании. У нас довольно-таки обширная аудитория, которая смотрит наши видео и покупает наш товар, что действительно главное. И самое важное, если вы создали какой-то свой YouTube канал, не пытайтесь продавать. То есть мы не пытаемся продавать, мы просто помогаем людям. Ваша цель – помочь людям. Если чем больше вы поможете, тем больше возникает у них чувство вины и какая-то часть из них закажет, либо поделится этим видео, либо просто поставить лайк. Это тоже будет огромный плюс для нас. Идем дальше. 18 пункт. Публикуйте вирусный контент. Ну, я не знаю. На самом-то деле вирусный контент – это сложно попасть. Это, скорее всего, больше повезло. Часто многие авторы, когда опубликовали вирусный контент, они как вот, вы знаете, появились, так быстро исчезли, а потом где-то и не появляются. Но если вам действительно повезло, и Брайн Дин рассказывает, как это действительно можно сделать. Используйте больше картинок. То есть с картинками это на 94% выше вероятность, что это будет вирусный контент. То есть какие-то другие непосредственно технологии. Вот, поэтому если у вас получится такое создать, конечно, будет супер. 19 пункт. Продвигайте ваши блокпосты и видео на Q-U-U. Какой-то англоязычный ресурс, где он Брайн Дин продвигает непосредственно. Это надо будет посмотреть, что это за сайт. Давайте его быстренько открою и глянем, что это такое. То есть, видите, Брайн Дин здесь получил результаты. Какой-то ресурс. Ага. 45 миллионов 375 тысяч. Это число в СОЖ. Это поделили в социалках. Ага. Статьями с этого Q. Ну, действительно, стоит попробовать, проверить. Может, что-то новое такое интересное. Гляну обязательно потом. Так, смотрим. 20 пункт. Перепубликуйте старые статьи в Линкдейне. Ну, на самом-то деле, это не обязательно старые. В Линкдейне имеется такую систему, как Линкдейн Пульс. И там вы можете опубликовать ваши статьи, которые были опубликованы на сайте. Просто настроить тег Canonical. То же самое можно делать на Medium. Там обширная аудитория. И непосредственно Линкдейн и Medium покажут, что контент основной, он с вашего сайта. Просто поделиться своей аудиторией. Но Google будет ранжировать именно ваш сайт. Идем дальше. 21 стратегия. Используйте... Ага, это какой-то тул. Вопрос... Анализатор вопросов. Ага, то есть это Boost Sumo и именно Answer the Public. Это довольно-таки известные глазочные тулы. И там можно, скажем так, по вашим ключам непосредственно найти вопросы, которые задают людям и давать ответы в своем контенте. 22 совет. Непосредственно добавляйте... Ага, побуждающий контент в social, в социалках. Да, какие-то посты, побуждающий контент. Но я вам скажу, если вы в социалках используете и картинки, и инфографики, и видео, это намного больше делает вовлечение, чем вы просто пишете какие-то банальные тексты. Вот, и Брандин, это, конечно же, подчеркивает в этой статье. Идем дальше. 23 пункт. Увеличивайте ваш CTR. Ну, непосредственно, если вы продвигаетесь в Google, можно использовать, допустим, мы создали наш онлайн-калькулятор, который помогает увеличивать CTR. То есть это используют цифры, скобки, какие-то другие побуждающие слова. Это действительно дает результаты. То есть это не прямое ранжирование. 24 пункт. Публикуйте больше постов. А, больше списков. То есть непосредственно, если у вас есть какой-то блок, вы можете там сделать какой-то рейтинг, там, к примеру, лучших SEO-тулов, да, или если вы занимаетесь там таблетками для потери веса, рейтинг препаратов или брендов, да, для потери веса. То есть непосредственно люди любят списки, потому что это экономит их время. Когда они открывают Google, они сразу уже нашли готовый список и оттуда выбрали, чем им просто открывать каждый сайт по отдельности и выбирать, какой из них лучше. Вот. 25 пункт. Украдите трафик ваших конкурентов. Ну, это надо использовать SimilarWeb. То есть непосредственно открываете SimilarWeb. Вот я вам покажу. У меня это приложение есть. И здесь можно посмотреть именно, где ваши конкуренты берут трафик. То есть это поисковый, прямой, email маркетинг, социалки. То есть мы видим, где берет трафик именно непосредственно Brian Dean. То есть используйте это приложение, оно бесплатное до каких-то определенных лимитов. Вот. 26 пункт. Это непосредственно получаете трафик на ваш сайт с форумов. Ну, я вам скажу, мы сами эту стратегию используем. Мы зарегистрированы на Search Engine Guru. Мы получаем оттуда трафик. Я вам скажу, мы не участвуем в 50 форумах, как некоторые делают крауд-маркетологи, регистрируются в каких-то мертвых форумах. Этого делать не надо. Достаточно одного-двух, возможно трех. Ну, там, где действительно сидит аудитория, релевантная аудитория. И непосредственно ваша цель помогать им. Не пытайтесь там проставить ссылки, просто помогайте им с целью непосредственно там продвигать ваш бренд и получать именно результаты. Вот. Что мы здесь видим? 27 пунктом это непосредственно конвертация вашего контента на Medium. То есть непосредственно то, что я вам говорил, вы можете публиковать ваши статьи, которые вы публиковали на вашем сайте, на LinkedIn и на Medium. И непосредственно настроить тег Recononical. Брандин нам дал две бонусные стратегии. Первая, непосредственно выбирайте правильное время для социалок. Я вам скажу, к примеру, у нас мы смотрим в то время, когда активная аудитория, непосредственно делаем публикации. То есть вы так же само проанализируете вашу аудиторию и делаете публикацию. Тут Брандин показал нам какую-то инфографику. Когда, скажем так, в среднем сидит аудитория в каких-либо социалках, но вы должны еще анализировать непосредственно именно вашу нишу. Потому что в разных нишах люди сидят в разное время. К примеру, мы заметили, что те, кто, допустим, занимаются спорт-обзорами, они вообще их дать нас вечером, сидят работать с ними, уложили спать и начинают писать свои спорт-обзоры. К примеру, если вы занимаетесь SEO, то это обычно обеденное время, когда начинают именно в социалке юзать, там с часу до двух, проверять какую-то интересную информацию. То есть анализируйте. Вот. Вторым бонусом непосредственно используйте тул, какой-то Keyword Research. Ну вот, откройте эту статью, вот здесь ссылка на этот тул будет. И непосредственно это Аня, это Баран Дин на какую-то свою статью перекинул. И что-то у меня тут подзаглючило. Хорошо, ладненько, мы это закрываем. Брайану Дину спасибо большое, потому что, в принципе, он... Ага, сейчас я все-таки открылась. Используйте вот какой-то тул, в котором вы можете дополнительно найти какие-то ключи. Вот. Keywords Everywhere. Ага, и мало того, он еще есть как приложение для Google, Chrome и даже Firefox. То есть это непосредственно в вашем контенте можете увидеть. Ну все, спасибо Брайану Дину. А мы идем дальше. Следующая статья, которая мне понравилась, это непосредственно как получить результаты именно в вашем контент-маркетинге. Потому что я вам скажу, 88% компаний, американские компании, они используют именно контент-маркетинг. И это действительно популярная сейчас стратегия. В чем отличие контент-маркетинга от обычного маркетинга? В том, что в контент-маркетинге вы не пытаетесь продать напрямую ваш товар. То есть ваша цель непосредственно помочь людям, предоставить им какую-то ценность. И те компании, которые используют контент-маркетинг, они как правило охватывают какие-то нижние воронки продаж. То есть это осведомление, это непосредственно рассмотрение вашего товара, это проявление интереса. То есть это не обязательно прямая продажа. Потому что сегодня покупатель, прежде чем покупать, он 7 раз должен столкнуться с вашим брендом. И мне эта статья понравилась в том, что здесь раскрыто 6 путей, как вдохнуть новую жизнь в вашу контент-маркетинг. Непосредственно изучите вашу аудиторию. Ну, это можно сделать в Google Аналитике. Если у вас нет постоянной аудитории, то изучайте какие-то исследования. Полно в интернете исследований, кто у вас аудитория. Второе, непосредственно распространяйте и проверяйте ваш контент. То есть все, что вы распространили, проверяйте результаты. Насколько оно работает, чтобы понимать, что непосредственно необходимо реализовывать в будущем. Третье, это подбирайте правильный контент для правильных людей. То есть непосредственно контент должен быть релевантный в вашей аудитории. Четвертый пункт. Найдите вашу нишу непосредственно. Я вам скажу, сегодня контент-маркетинг действительно популярный и он очень конкурентный. Можество даже вот, скажем так, информационного контента, оно просто вот и уйма. Его больше, чем надо. И у Google большой выбор, что ранжировать. Поэтому прежде, чем реализовать какую-либо контент-маркетинг-стратегию, найдите там, где недостаток контента или, возможно, он устарел. То есть лучше внедряйте контент туда, чем пытаться, допустим, переаранжировать. К примеру, вот мы будем, если создавать гайды по ICO, возможно, это будет неправильное решение, потому что там множество крупных компаний, которые создали эти гайды. Но если мы создадим контент по каким-то более тонким тематикам, допустим, как прописать title, или там создание картосайта, то есть это будет менее конкурентно, это даст высшие результаты. То есть это не пытаться конкурировать с крупными компаниями или уже созданным контентом. Так, пятый пункт, экспериментируйте и внедряйте какие-то новинки. Я вообще считаю, без эксперимента сложно куда-то идти сегодня. Необходимо постоянно тестировать ваши результаты, внедрять какие-то действительно новые фичи. Шестое, это скажите что-то по-другому. К примеру, вот мы написали статью SEO в 2019 году. Я вам скажу, эта статья начала ранжироваться даже по России, там она месяц-полтора была в топе, потом конкуренты нас немного подвинули, нам необходимо просто больше времени потратить, чтобы продвигать ее еще раз. Мы где-то там в топ-20. Это просто из-за огромного уровня конкуренции, потому что там по этому ключу есть компания, у которых там сотни сотрудников, которые огромные бюджеты. Действительно сложно с ними конкурировать, но при этом, я вам скажу, даже мы где-то и перестали продвигать, потому что у нас есть, скажем таки, другие приоритеты, ресурсы ограничены, но мы получаем трафик в других местах, мы все-таки концентрируем внимание там, где мы можем взять легче этот трафик и легче результаты. Поэтому я вам скажу, почему эта статья начала вообще ранжироваться, хотя мы не думали, что она будет ранжироваться непосредственно еще и так быстро и сразу, потому что обычно только 7% контента попадает в топ-10 в первый год. Она начала ранжироваться, потому что мы расписали по-другому, мы не рассказывали, как это делают практически все, пишите технический аудит, создавайте ссылки, пишите контент, то есть мы рассказали непосредственно именно новые методы продвижения сайтов и это действительно зацепило людей и Google начал ранжировать и дал нам результаты. Не пытайтесь рассказывать, как кто-то это уже сделал, то есть это рерайт, это сегодня не работает, вам надо рассказать под другим углом, как действительно вы бы сделали по-другому, то есть предложить что-то новое. Google это любит, Яндекс тоже, люди это любят, потому что это то же самое, что, к примеру, вы хотите прочитать какую-то новую книгу, но вы прочитали уже 50 таких книг, или, к примеру, построить новое кино, и часто бывает, что подобный жанр снимает и снимает, но вы уже видели этот жанр, он уже вам не интересен, вам хочется что-то новое, то же самое именно в интернет-контенте. Все, спасибо автору этой статьи, Катрина написала эту статью, а мы идем дальше, следующая статья у нас непосредственно именно МОЗа. Итак, МОЗ в своей статье рассказал, что Google Review упало на 14% непосредственно именно в выдаче. Что это такое? Google перестал показывать в своем поиске непосредственно именно, если вы видели, много раз такие звездочки в Google, он не прям, не для всех перестал это показывать, но, скажем так, для тех сайтов, которые могут этот параметр накручивать. Оно влияет только на CTR, именно на кликабельность, и в основном это было связано именно с локальной выдачей и какие-то там определенные тоже топики. И как мы видим, что согласно данным МОЗ было уже падение на 14% непосредственно именно показатели вот этих звездочек, и Google ограничил, то есть определенные индустрии, вот мы видим, финансовая индустрия на 46% было падение, в сфере недвижимости тоже 46%, то есть практически везде идет падение, роста нигде не было, то есть и вы должны это учитывать, то есть это влияет непосредственно на кликабельность. Стоит ли убирать эти показатели? В принципе нет, оно не мешает непосредственно именно сайту, если оно помогает вашей аудитории, то наверное оставляйте, то есть, но просто именно в поиске вы этих звездочек не увидите. Идем дальше, QSchedule опубликовал статью 13 маркетинговых ошибок, мифов, которые и непонимания, которые необходимо игнорировать. Итак, первое, что в этой статье SEO умерло, ну на самом-то деле SEO не умерло, вот там Search Engine Land публиковал статью, что трафик органический в 11 раз, в 11 раз превышает платный трафик, согласно МОЗа, там по-моему там в 3 раза где-то разница 3,5 на 4, я точно не помню эти цифры, но в принципе никто точных данных не знает, но все, что мы видим, что сейчас SEO все-таки дает больше трафика, намного, чем платный трафик, несмотря на то, что мы забрали первых 4 позиции, потому что, во-первых, не по всем ключам настраивается платная реклама, она не везде выгодная, а во-вторых, даже там, где она настраивается, то есть многие открывают все-таки тоже органический трафик, они отделяют платные от органических, вот, так, вторым пунктом, у вас большой бюджет, вам нужен большой бюджет для того, чтобы продвигать эффективно маркетинг и компанию, ну, на самом-то деле, бюджет нужен, я здесь не полностью соглашусь, потому что, чем больше бюджет, тем больше развязаны руки, тем больше у вас возможностей, но если у вас бюджета нет, к примеру, вообще нет, то это не означает, что вы ничего не можете сделать, значит, тратьте ваше собственное время, пишите статьи, продвигайте их, естественно, тут главное выбрать правильную маркетинговую стратегию, даже для сайтов без бюджета, они могут выбрать какую-то более утонченную маркетинговую стратегию, не пытаться взять какой-то огромный трафик, продвигаться по какой-то низкой частотке и двигаться непосредственно именно в этом направлении, если бюджет какой-то минимальный есть, то его просто надо правильно потратить, распределить, а непосредственно, понятное дело, что с большим бюджетом у вас больше развязаны руки, вы получите выше результаты третий миф это вам не следует запускать кампанию если вы не используете тулов но я вам скажу есть блогеры которые умудряются продвигать без каких-либо тулов я вам скажу инструменты они помогают это не означает что вы можете их полностью избегать я считаю вот к примеру мы постоянно используем какие-то инструменты тот же hrf серп статы другие потому что это нам упрощает нашей работе к примеру это если нам надо сгруппировать список ключевых слов мы используем наш кластеризатор да мы это делаем за пару минут если мы возьмем какой-то другой платный тул или допустим вручную да вручную чтобы разбить список ключевых слов можно потратить день-два ну чтобы это было грамотно действительно там разбито по группам а с помощью кластеризатора мы это сделаем допустим за минуту и тулы они упрощают они во первых помогают найти правильную стратегию они экономят ваше время поэтому если у вас нет денег на какие-то профессиональные тулы есть множество бесплатных тулов то к примеру тот же uber suggest который помогает там найти список поисковых ключей множество тулов примеру у нас вот кластеризатором там бесплатные версии просто там громадные списки ключей непосредственно разбивая там у нас лимиты только для огромных ядер которые тоже забирают ресурсы непосредственно у нашего сайта то есть тулы они упрощают и экономят ваше время четвертый маркетинг нельзя измерить но на самом-то деле как-то нельзя измерить если вы задели в google аналитику там уже все данные непосредственно для вашего сайта открыли hrefs серпстат уже данные по вашему конкуренту конечно же его можно измерить так идем дальше пятый пункт посты всегда тестируйте интересно в чем же тут вопрос то есть вопрос был непосредственно так необходимо все тестирует ну на самом-то деле тестировать действительно важно потому что никто не знает что работает что нет но именно проводя какие-то тестирования вы определяете то что именно работает непосредственно для вас потому что рекомендаций много вы просто выбираете действительно эффективные методы для вас вот и здесь что они тестируют непосредственно они они сами говорят что необходимо тестировать постоянно но если у вас недостаточно трафика то есть если у вас нету трафика вы тестируете ну как можете тестировать тут вопрос в том что если трафика нету и тестировать не на чем то есть непосредственно надо использовать какие-то существующие данные какие-то которые есть с интернета там исследования именно тестировать вашу аудиторию это только при существующем трафике идем дальше 6 миф все необходимо тестировать ну я понимаю чем тут идет речь то есть необходимо расставлять приоритеты понятное дело расставки приоритеты что что более важно потому что вы не можете все проверить это невозможно все сделать но расставляет четко приоритеты вы выберите те направления которые будут более важны для вас седьмой вопрос социалки не продают ну на самом-то деле социалки продают но тут надо охватывать более широкие воронки продаж то есть непосредственно если вы напрямую пытаетесь в фейсбуке настройки медицинской рекламы я много раз такое видел как кто-то настраивал сразу понимал что это слив денег через месяц этой рекламы уже не будет почему потому что настроение у людей на фейсбуке не покупать они сюда пришли пообщаться с друзьями полайкать фотографии то есть если не вид рекламу она должна быть непосредственно именно направлена больше на продвижение бренда то есть какой-то контент который помогает людям но ни в коем случае не пытайтесь это продавать и социалки продают просто вы должны охватить более широкие воронки продаж и что мы здесь видим 90 процентов социалок 90 процентов маркетологов которые инвестируют социалки потому что они получают продажи ну как я сказал охватывайте более нижние воронки продаж седьмой миф юзеры которые используют мобильные телефоны они не покупают и как мы видим сразу же опровержение 40 процентов всех продаж в 2017 году на выходных это были сделаны именно со смартфонов поэтому видите это все-таки миф девятый совет одно негативное ревью может похоронить компанию ну на самом деле я вам скажу покупатели когда видишь что непосредственно это средние данные что лучше всего продают компании у которых ревью от 3 с половиной до четырех с половиной и даже не тех у кого выше четырех с половиной потому что когда все идеально в компании то есть у покупателя возникает вопрос это не накрученный ревью как-то странно да что у них данные выше четырех с половиной вот поэтому все-таки покупатели они смотрят чтобы это было более менее реально и ничего не бывает просто на отлично да все равно но где-то будет очень хорошо поэтому единственное что работайте постоянно с ревью к примеру если вы имеете какой-то отрицательное ревью постарайтесь связаться непосредственно с тем кто его оставил и я вам скажу в 30 процентах случаев когда вы решаете проблему этого человека который оставил то он менять его на положительный то есть у вас еще хороший шанс его улучшить поэтому работайте с ревью непосредственно пытайтесь его улучшить идем дальше десятый миф если вы строите это все придет то есть это непосредственно направлено на контент если вы создаете контент но не делаете link building трафик сам придет не придет даже если вы создадите лучший контент в мире вам необходимо об этом сообщить необходимо рассказать что у вас такой классный контент который вот просто ты обязан сегодня зайти непосредственно его проверить и заплатить мне за товар или услугу поэтому важно обязательно продвигать какой бы контент не создали даже самые лучшие фильмы в мире самые рейтинговые они все равно продвигаются то есть снимаются какие-то деморолики его непосредственно распространяют так идем одиннадцатым пунктом контент-маркетинг слишком наполненный ага сильно конкурентным я я соглашусь действительно он наполненный и тут не надо пытаться конкурировать большими крупными компаниями вам необходимо найти какое-то свое направление свою нишу и создавать и продвигать контент непосредственно именно в своей нише они пытаться охватить там или захватить весь рынок потому что это невозможно есть множество других компаний которые также хотят зарабатывать есть крупные компании которые просто имеют громадные бюджеты найдите какое-то свое направление к примеру я не знаю вот пример вот мы не занимаемся продвижением инстаграме но наша статья по продвижению инстаграме в топе дает нам трафик какая-то часть аудитории действительно может заказать нашу услугу при том что мы не продвигаем инстаграме мы продвигаем только именно по SEO при этом сами продвигаемся в инстаграме непосредственно именно наш бренд вот двенадцатым пунктом копируйте ваших конкурентов это правильная дорога на самом-то деле никого не копируйте не надо адаптируйте то есть находите интересные идеи подчеркивать эти идеи и внедрять непосредственно именно для вашего бизнеса это то что действительно дает результаты вот поэтому люди не любят да вот какие-то копирки какой-то рерайтинг и непосредственно вам необходимо что написать под своим углом что-то более интересно более понятно это это то что даст результаты и тринадцатый миф у нас аутсортинг это когда вы даете работу непосредственно именно удаленно значит аутсорсинг а вам не надо беспокоиться если вы дали непосредственно продвижение там сайтов на аутсорс на самом-то деле я вам скажу беспокоиться надо неважно с каких какой SEO компании или студии вы работаете просто проверяйте спрашивайте общайтесь с ними они должны знаете как рассматривать ваш продукт не с точки зрения заработать на вас а с точки зрения помочь вам и это чувствуется да вот когда специалист действительно понимает и пытается разобраться и решить вашу проблему вот это и есть грамотный аутсорсинг в принципе это все так идем дальше у нас вот это мне действительно статья понравилась эта статья от sky scanner о том что они меняют свои продвижение своего бренда увеличить своего бренда в сторону эмоционального маркетинга ну что это такое объясню что 75 процентов наших решений о покупке товара они основаны на эмоциях да непосредственно это не логическое объяснение почему мы покупаем товары поэтому если вы продвигаете какой-либо товар используйте рекламу и сделайте ощущение так чтобы человек получил ощущение этого товара к примеру знаете как mercedes-benz они когда рекламируют новый автомобиль они не рассказывают какой там объем двигателя они это рассказывают но они это не основное подчеркивают они в основном подчеркивают то представление да именно статус владения mercedes они рассказывают представьте вот вы сидите за рулем нашего нового mercedes представьте как вы едете там и вот эта скорость это мощь как люди смотрят что вы едете за рулем mercedes именно нового это это знаете как ощущение что вы используете этот товар или допустим в рекламе говорить в пристрете вы одените эту шляпу и как она будет комфортно и помогать вам там непосредственно не будет слетать во время ветра то есть это создание ощущения к примеру если вы там занимаетесь продвижением сайта вы можете создать ощущение непосредственно представляете вот мы продвинули ваш сайт и получаете трафик получаете результаты продажи то есть любой пользователь который видит вашу рекламу поглощает он должен ощутить как он использует этот товар как он получает его преимущество не только 25 процентов наших решений это логика да то есть вы можете начать с эмоций непосредственно зарядить туда а потом дать логическое оправдание да это выгодно это непосредственно допустим если вы там SEO компания то есть вы заработаете непосредственно заплатите столько-то за рекламу получите столько-то денег да то есть вернете там несколько раз больше и непосредственно вот мы видим что скайсканер несмотря на то что обслуживает 100 миллионов юзеров они непосредственно уходят в эмоциональный маркетинг то есть они меня где-то свою стратегию еще взяли об этом объявили ну интересно идем дальше вот эта статья мне чем понравилось это непосредственно именно воронки продаж но здесь не 5 а 6 воронок продаж и это больше для битуби маркетинга и первая воронка продаж здесь непосредственно была именно это продвижение бренда то есть непосредственно именно осведомление да то есть что есть ваш товар а вторая воронка продаж это проявление интереса когда кто-то узнал что он уже есть но они уже начинают интересоваться как этот товар может решить их проблемы непосредственно и третий пункт это рассмотрение да когда уже начинают думать опа уже интерес есть и уже начинаешь рассматривать сравнивать с конкурентами сравнивать какие-то особенности этого товара думать как он решит твои проблемы непосредственно четвертый пункт это намерение да то есть ты уже уже думаешь купить этот товар действительно его стоит купить и пятый пункт это уже непосредственно это непосредственно уже именно скажем так желание такое купить но еще не полная покупка непосредственно именно этого товара и шестая это ремаркетинг То есть это непосредственно запустить какую-то рекламу в Facebook или в Google на именно дополнительный трафик, именно продажи этого товара. Я вам скажу, чем мне понравилась эта статья, тем, что они непосредственно рассказали, что любая покупка товара, непосредственно именно когда продажи идет для бизнеса, решение принимается непосредственно каким-то сообществом, компанией, может можно какой-то там митинг или департамент, который принимает решение, поэтому это необходимо учитывать. Вот, следующая статья непосредственно, это как МОЗ вырос до 70 миллионов долларов в год, здесь интересно, кто не знает, МОЗ это большой SEO tool, очень известный на Западе, я думаю, у нас тоже многие его используют, Трендфишкин это создал со своей мамой, и вот они подняли до 70 миллионов практически с банкротства эту компанию. Самое интересное, я когда твитнул эту статью в Твиттере, Рендфишкин мне написал, что данные с этой статьи неаккуратны, сейчас вам даже покажу это, ну я ему написал, что данные, статья, конечно же, не моя, но автор, который написал эту статью, он непосредственно, автор, который написал, я вам скажу, вот мы видим, непосредственно ответил мне именно Рендфишкин, что данные неаккуратные, ничего общего с реальностью не имеет, ну я ему объяснил, что данные были взяты автором Семраша, и скорее всего данные 2012-2013 год, тогда были не идеальны, они даже сегодня не идеальны, у того же МОЗа не идеальные данные, на что я получил от него лайк, хорошее объяснение, приятно, что Рендфишкин уделил внимание, ну я вам скажу, если не использовать вот эти данные непосредственно, вы можете использовать множество других данных, что именно, каким образом Рендфишкин продвигал именно свой бизнес, как он делал рассылку имейлов непосредственно, как он продавал товар, который стоит 70 долларов ограниченному количеству людей по одному доллару, но это помогло, то есть он предложил 122 тысячам человек купить товар за 1 доллар, но ограничение сделал только для 5 тысяч, непосредственно это разослал, и это громадно просто продвинуло его компанию, все проблемы, которые они проходили, это действительно как бы интересная статья. Итак, идем дальше, и следующая статья у нас от WordStream, и она рассказывается как 7 методов использования поп-ап окон, я скажу, многие это не любят, я в том числе не люблю поп-ап окна, но мы также на нашем сайте используем поп-ап окна, потому что они эффективные. Единственное, я бы рекомендовал вам использовать поп-ап окна тогда, когда у вас уже есть какая-то аудитория, и она не сильно отвлекает или сбивает эту аудиторию непосредственно, потому что вот, к примеру, если вы используете поп-ап окна, и люди уходят с вашего сайта, это не лучший вариант ее использовать, эту рекламу, но при этом у нас получается, в WordStream рассказал 7 методов, как необходимо это правильно использовать, и первый метод это спрятать непосредственно именно формы в ваших поп-ап окнах, это как мы видим здесь пример, то есть здесь просто одна кнопочка, куда необходимо кликнуть, некоторые поп-ап окна накидывают кучу форм, и люди просто уходят и не хотят их заполнять, но если вы используете одну кнопку, какой-то пользователь кликнет, он там дальше может выскочить какая-то дополнительная форма, и пытайтесь избегать множества форм, и вы непосредственно уже тогда взяли его на крючок, и он начинает этим пользоваться, идем дальше, так, здесь это рассказывается именно то, что необходимо использовать одну кнопку, и тут второй, вторым пунктом, это использовать какие-то скидки, какие-то, да, какие-то скидки, и как мы видим, это тоже дает результаты, третий пункт, это предлагать какие-то контент маркетинга, какой-то вид контента, типа электронных книг, да, кого-то другого варианта, и здесь показывается пример с бэклинка непосредственно Брайана Дина блога, где, чтобы прочитать статью необходимо поделиться имейлом с Брайаном Дином, чтобы он вам потом отсылал свои новые статьи, я вам скажу, что на блог Брайана Дина я подписан даже без каких-либо таких элементов, но вы видите, для кого-то необходимо использовать такой элемент, четвертый пункт, это использовать непосредственно бесплатную какую-то демо версию, если вы продаете какие-то софтвер, тулы, то предоставьте какие-то бесплатные элементы, чтобы покупатель мог прощупать вас, ваш товар, и уже определить его полезность, пятым пунктом, предлагайте какое-то ограниченное предложение, или дедлайны, мы это уже обсуждали, то есть ставьте какие-то сроки, до какого можно купить товар, или какое-то там именно пишите ограничение по товару, к примеру, у меня супруга, она продает шубы, что она делает, они пока температура не падает ниже 5 градусов, они делают скидки, только она упала ниже 5 градусов, уже скидки заканчиваются, то есть вычитывайте эти элементы. Вот, шестым вопросом, отсылайте релевантные, ага, имейлы на специальные лендинг пейджи, то есть создавайте имейлы, именно лендинг пейджи, именно специально заточенные под вашу имейл аудиторию. И седьмой вопрос, ага, комбинируйте именно потерю корзины, да, то есть если кто-то ушел с вашей корзины, спросите почему, возможно вы можете его вернуть таким образом, да, то есть, и как мы видим здесь данные, где-то практически 70% людей покидают корзину, так и не заполнив их, на них вы можете настраивать тот же ретаргетинг, вернуть их или предлагать какие-то дополнительные скидки, вот написал статью Брэд Смит, мы идем дальше. Следующая статья, это 35 лучших SEO-блогов, согласно мнению 127 читателей, интересная статья, и на первом месте мы видим Backlink, потом HRF, SMOS, Search Engine Journal, Search Engine Land, Surround Table, 7 Rush, ну, я даже согласен с этим, с этой статистикой, и Mail Petal тут на восьмом месте, эта ссылка будет в описании, вы можете почитать, посмотреть, какие англоязычные блоги, действительно, многим нравится больше всего, мы идем дальше, дальше статья у нас от Google, 9 путей изменения привычек, да, ну, здесь это больше статья, она была направлена именно на работу команды, да, вот, и здесь мы видим, обеспечивать каждого, что он ответственный, да, за какой-то участок работы, то есть, это, я думаю, нормально, практически в любом коллективе, у всех должны быть обязанности, сотрудничать с теми, кто заботится, или кому, скажем так, ну, да, тут именно написано, кто заботится о вашем бизнесе, скажем так, потому что, если кто-то думает только про то, как заработать на вас, это как плохой врач, он не будет вас лечить, он будет думать, как получить деньги с вас. Третий пункт, используйте реальных людей в работе, ну, я не знаю, кто использует роботов, но, скорее всего, с точки зрения, что вы должны видеть непосредственно, с кем вы работаете, возможно, какие-то видеоконтакты, да, если вы на аутсорте. Четвертый пункт, думайте обо всех аспектах, да, непосредственно именно продвижения сайтов. Пятый пункт, продвигайте креативный и контент целостно, да, и медиа-контент целостно. То есть, я думаю, это необходимо вам именно комбинировать все ваши стратегии продвижения какое-то в единое целое, то есть, используя, допустим, там, контент-маркетинг, PR, outreach, то есть, вы должны понимать, что результат должен быть целостный. Шестой пункт, сотрудничайте с другими, то есть, для оценки своего, непосредственно, именно прогресса. Седьмой пункт, смотрите за ваши мульные пузыри какие-то, то есть, это дальнозоркость непосредственно, не пытайтесь, там, в короткой перспективе заработать кучу денег, лучше все-таки смотрите длительные стратегии. Вот, и множество других тут пунктов, мы пойдем дальше, дальше у нас статья, что означает SEO, это им будет интересная статья для начинающих, потому что многие все-таки не понимают правильное значение сегодня SEO, это не просто вот контент и ссылки, это более широкие параметры, то есть, я вам скажу, сегодня SEO ушло уже непосредственно именно в маркетинг, когда учитывают именно психологию человека, потому что Google, Яндекс, они предоставляют контент для человека, и они учитывают его психологию, они должны понимать его намерения, что он хочет получить, такие вопросы, он хочет получить ответы, и те, кто лучше дает ответы на эти вопросы, те и ранжируются, то есть, это и есть SEO. Бывает, что некоторые лучше дают, но у них недостаточно авторитет, но при этом для кого-то важен именно авторитет, поэтому поисковики эти все данные учитывают, и я думаю, для новичков это будет статья очень интересная и полезная. Так, дальше у нас статья, 5 ступенек, так, достичь именно влиятельных людей, да, то есть, что мы видим, быть вдохновленными какими-то влиятельными людьми, то есть, это непосредственно именно изучать других, любить, что ты делаешь, я считаю, что если вы не любите то, что вы делаете, допустим, если вы в понедельник думаете, о, новая неделя, тяжело, я не хочу идти на работу, вам надо не менять работу, поверьте, вы ничего никогда не достигнете, если вы любите свою работу, если вы ждете понедельника, и хотите, о, все, пора работать, сегодня я хочу достигнуть что-то нового, больше результата, это ваша работа. Пробовать что-то новое, я вам скажу, если вы не пробуете все время старые методы, я вам скажу, многие старые методы используют постоянно, оно тоже не работает, поэтому постоянно тестируйте, ищите себя, находите новые продукты, и чем больше людей про него знают, про какие-то старые методы, тем не менее, оно эффективно, изучайте, как делать какие-то другие непосредственно материалы, это смотрите видео, читайте блоги, смотрите, слушайте аудиоподкасты, фокусируйся на росте, да, непосредственно, ну, это, знаете, есть хорошая русская поговорка, лучше сделать пару шагов маленьких назад, чтобы потом один большой вперед, к примеру, я вот, когда именно продвигался на англоязычный сегмент, я уделял очень много времени именно изучению английского языка, так, чтобы я мог именно писать, как native speaker, чтобы я мог говорить, как native speaker, это мне дает именно результаты, к примеру, при этом я мог где-то потерять и в изучении, там, той же рекламы, но я комбинировал всегда эти данные, то есть я изучал, непосредственно, именно рекламу, поэтому фокусируйтесь именно в каком-то, именно одном направлении в росте, да, не думайте короткими перспективами, как вы можете именно сейчас заработать, все-таки думайте больше про будущее, так, спасибо за эту статью, мы идем дальше, 5 путей взаимодействия с инстаграм, влиятельными людьми, да, влиятельными персонами, вот, и первое, что, отошлите им свои продукты для ревью, то есть, если, я вам скажу, на самом-то деле в инстаграме, когда вы видите какого-то влиятельного человека, у которого множество подписчиков, как правило, цены у тех, у кого от 10 тысяч до 100 тысяч подписчиков, это более какие-то, более адекватные и они более выше дадут результаты, чем даже у кого-то больше 100 тысяч подписчиков, по одной простой причине, что у него более целевая аудитория, она более заточена, выше 100 тысяч, тоже более широкая, эффективность рекламы там будет значительно ниже, если брать так процентом соотношения, непосредственно именно расходов, вот, поэтому, если вы можете взаимодействовать с такими людьми, отошлите им ваш товар, возможно, он делает какое-то ревью, непосредственно, и это вы сможете уже, как бы получить дополнительный вид рекламы, второй пункт, это приглашайте персону быть вашим амбассадором, я думаю, это будет стоить денег, я не говорю про Ким Кардашьян, но кого-то там, может, более слабого инфлюенсера, то есть приглашайте именно сотрудничать с вами, вот, третье, это распространяйте купоны и скидки, через каких-то там влиятельных людей, это всегда помогает, и им тоже это большой плюс, что они аудитории дают какие-то скидки, которые будут больше посещать их и рекомендовать непосредственно их аккаунты, вот, продвигайте спонсор посты, здесь расписывают, каким образом это сделать, и создавайте User Generated Content, это когда непосредственно пользователи интернета пишут этот контент, так, дальше у нас статья идет про обзоры, советы, идеи нестандартных маркетинговых, маркетинговых стратегий, и здесь покупайте ссылки с помощью HARO, ну тут скорее всего не покупайте, а создавайте ссылки с помощью HARO, кто не знает, это есть такой ресурс, где можно взаимодействовать со множеством журналистов, то есть журналисты там выкладывают какие-то просьбы, вы можете им отсылать ваши предложения, и это как бы дает результаты, используйте ретаргетинг Facebook, мы это обсуждали уже сегодня, используйте смс, недавижу когда мне смс приходит с каким-то маркетинговыми предложениями, ну как мы видим это еще работает, вот, делайте подкасты, то что мы с Николаем постоянно записываем подкасты, вы можете создать какой-то свой, я вам скажу на западе мега популярно, у нас уверен тоже будет скоро мега популярно, поэтому мы уже начали делать это сейчас, мы смотрим все-таки более далекой перспективы, не стандартный контент распространения, то есть пробуйте разные варианты, не зацикливайтесь на одном виде рекламы, делайте максимально внедрение, то есть интеграцию вашего контента, ловите какие-то моменты, спрашивайте покупатели о ревью, вот, вовлекайте других в контент маркетинг на ранних стадиях, то есть прежде чем опубликовать какую-то статью, вы можете спросить мнение вашей аудитории и своевременно уже ее подготовить, что выйдет что-то такое интересное и возможно получите выше результаты, вот, множество других тут советов, почитайте эту статью, это будет все в описании, в принципе это все на сегодня, если вам понравился мой видео обзор, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте мне множество вопросов, так люблю отвечать на ваши вопросы, обязательно прочитаю все наши комментарии, подписывайтесь на наш youtube-канал, слушайте наши аудио подкасты, как вы заметили, я сегодня провел обзор зарубежной прессы и там множество раз говорил сильно про аудио подкасты, это действительно работает, послушайте как мы делаем это мы и возможно вы создадите свой аудио подкаст, это в будущем заменит радио и до новых встреч!